Представители около 120 стран, в которых проживает 55% населения планеты, встречаются в эти дни в Тегеране. Движение «Неприсоединение» – это организация стран третьего мира, не желающих вступать в формальные военные блоки вроде НАТО, и прямо или скрыто сотрудничающих с антагонистами Североатлантического альянса. Арабская пресса считает этот съезд малорезультативным, но сам факт его проведения очень на руку уранскому руководству. В момент, когда Запад пытается усилить блокаду Исламской Республики, две трети государств, входящих в ООН, собрались в ее столице, пожимая руки лидерам страны-изгоя. На тему работает Алексей Бобромников. Махмуд Ахмадин Эджад не скрывает своего удовольствия. Иранского президента редко можно увидеть таким счастливым на международных собраниях. Но сегодня его день. Сейчас он обнимает египетского президента Мурси. Лидер Египта впервые посещает Тегеран с 1979 года. На саммит прибыли представители Азербайджана, Турции, некоторые султаны, вообще никогда не выезжавшие из своих стран на какие-либо саммиты. А вот премьер-министр Индии. Это крупнейший торговый партнер Ирана после введения Западом блокады Исламской Республики. Одна из главных дипломатических побед Тегерана – визит генерального секретаря ООН Панги Муна. В своем выступлении тот говорил о демократии и арабской весне, критиковал Иран и делал реверансы в адрес стран третьего мира. «Арабская весна не была внедрена или экспортирована. Она возникла изнутри. Народы вышли отстаивать лучшее будущее. В некоторых случаях это принесло трансформации и новые начинания. А в некоторых – давление и угнетение. Вот почему я призываю мировых лидеров слушать свой народ серьезно, слушать его требования о справедливости, правах человека и его достоинстве. Сегодня движение «Неприсоединение» представляет две трети членов ООН. Из граждан ваших стран набирают 80% всех миротворцев организации. Спасибо вам за этот огромный вклад в дело мира». Помимо похвал была и традиционная пикировка. Как всегда, по поводу ядерной программы Тегерана и отношений с Израилем. Но критика не смогла испортить настроение иранскому руководству. Панги Мун, хотел он того или нет, прорвал блокаду Тегерана. Махмуд Ахмадинаджад не смог сдержать улыбки. Впрочем, встреча, доставившая удовольствие принимающей стороне, не означает победы Ирана в дипломатической войне. Ведь всего за полтора года до свержения Хосни Мубарака Египет принимал у себя точно такой же саммит. Алексей Бобровников, канал ПИК Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова